привет друзья меня зовут евгений шикер я практически психолог трансформационный коуч и сейчас я работаю над одной техникой в общем и у меня такой небольшой инсайт по поводу установки границ мы очень часто слышим про наши границы да но к сожалению далеко не так часто как хотелось бы мы используем в общем и мне хотелось бы буквально пару слов сказать по поводу этого и мне кажется это важно каждому задуматься в каждую в первую очередь нужно заботиться о себе а потом уже решать как и в каком объеме мы будем заботиться об окружающих и это далеко не эгоизм это никакая самовлюбленность это нормальное отношение к себе как к личности вспомните когда мы летим самолете нам всегда говорят что маску сразу нужно одевать на себя потом уже на других на ребенка например так и есть и этот вот такой пример заботы о себе он нацелен на самом деле на общее благо то есть границы нам нужны для чего не для того чтобы отделиться от других как часто нам кажется а для того чтобы не забывать о себе а для того чтобы позаботиться о себе для этого нам нужны наши границы сейчас вы меня услышали я еще раз повторю границы нам нужны не для того чтобы ограждаться от других а для того чтобы позаботиться о себе поставьте паузу и буквально прямо сейчас напишите в комментариях какие эмоции вы сейчас почувствовали какие чувства у вас сейчас возникли когда вы услышали что границы нужны для заботы о себе какой смысл то есть что чем наполнена эта фраза для вас именно для вас это очень 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 важно поэтому попробуйте сейчас вспомнить какую-нибудь ситуацию когда вы поступили может быть для кого-то было это непривычно или как-то даже эгоистично со стороны часто нам вешать такие звание что ты эгоист всего лишь потому что ты не сделал того что я тебя жду а ты сделал как-то так как для тебя удобнее и люди это часто воспринимает как-то неадекватно как будто вот эгоист любишь только себя и так далее и к сожалению нас так и воспитывали что быть удобным для других служить другим быть хорошим добрым правильным другие для других и вот эта фраза что скажут а что подумают обо мне а как на меня посмотрят а как как оценят то что я сделал и мы очень к сожалению очень часто не думаем о себе не делаем то чего мы хотим не делаем того чего нам хотелось бы сделать для себя потому что вот страх оценки критики со стороны преобладает над любовью к себе поэтому вот именно эти границы внутренние границы которые мы наконец-таки можем себе нарисовать и держать защиту они это это то что вот как мы говорим вот нету чувства любви к себе даю уважение что мы вот такие прям не ценим себя заниженная самооценка мы не можем знать свои потребности мы не можем знать чего мы хотим чего мы любим к чему мы стремимся потому что мы ведь служим другим нам же важнее быть удобными и хорошими для других вот поэтому именно для этого нам нужны наши внутренние границы чтобы мы наконец-таки обратились к себе спросили а чего я хочу а чего мне надо а что я люблю а как я бы хотел чтобы со мной обращались задайте этот вопрос и если вы почувствуете какое-то внутреннее сопротивление она наподобие что ну я же не могу отказать я же буду тогда плохой дочерью или я же не могу как-то не так поступить со своими детьми или я же буду плохой мамой или буду плохой женой или буду плохой подругой и так далее вот вы знаете что здесь в любом случае скорее всего нарушается ваш личные границы и вы якобы жертвуете собою для того для блага других здесь много можно говорить и у меня на это будет много времени вот но я пока на этом остановлюсь просто мне хотелось напомнить о том что быть удобными и правильными для других людей не значит быть правильными для себя поэтому следите за своими границами не давайте их нарушать и упражнения а сейчас своем телеграм-канале я дам девчонкам упражнения и будет несколько будет серия упражнений для того как учиться устанавливать свои границы и если кому интересно узнать про это упражнение то переходите на телеграм-канал я оставлю ссылку внизу под этим видео добро пожаловать в нашу группу кому нужна психологическая помощь и кому хочется поделиться если у кого-то что-то наболело так что заходите все и пишите в комментарии внизу мне очень интересно про ваши чувства и к что вам отозвалось что нет и как она вообще триггерит вас или нет на этом заканчиваю всего вам хорошего ссылки все будут внизу обращайтесь пока пока